привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня я буду рассказывать вам про бали но не про все бали эти выпуски у нас будут немножечко попозже но сейчас я вам расскажу про то место где вы можете стоять на лодке потому что на бали не очень много мест где вы можете это делать первая опция это маленькая марина в бенуа бэй но на мой взгляд это не рабочая версия объясню почему во первых для того чтобы стать в этой марине это достаточно сложная процедура вам нужно пообщаться с местным агентом он должен провести вашу лодку через все местные порт авторитис и другие сервисы и только после этого вам дают возможность стать в эту марину но с мариной тоже не все просто я написал им письмо у нас был небольшой диалог через ватсап но quotation я получил только через три недели вы можете себе представить и недели я ждал чтобы мне сказали сколько же это будет стоить в общем понятно что марина была послана и мы стояли уже в сиранган харборе то есть пила бухан сиранган и здесь большая якорин якорная и много буев но в основном стоят на буях про якорин я вам расскажу немножечко попозже если мы смотрим изнутри бухты то вот здесь мы видим большой пирс от которого отходят все паромы которые идут на нусапиниду на ламбок и на гили вот мы выходим сейчас на большой пирс на которые приезжают большие корабли такие статуи красивые размером с человеческий рост выглядит как будто они так и стоят ну и вот этот фантом на которой лодку причаливают тут жизнь кипит тут конечно куча машин мотоциклов стоит вот там по прямой это вход сюда в эту бухту который обозначен хорошо латеральными буями берег который находится по порт сайду с левой стороны это санур то есть место туристическое там находится много людей и прямо перед сануром вот там вот есть возможность стоять на якоре и даже есть возможность в одном месте причалить на берег но там выход идет на пляж но лодку можно привязать там есть большой пирс но costguard с него гоняет потому что это туристический пирс и на нем тузиков быть не должно а здесь на этом пирсе можно привязать тузики и вот там вот есть небольшой варунг ресторанчик там тоже есть возможность для того чтобы хранить свой пузик но мы туда подъедем поближе я вам про это расскажу детально ну что давайте я вам немножечко расскажу про бали чтобы вы хотя бы немного ориентировались мы находимся в сиранган-харборе это маленькая бухта в которой стоят вот такие маленькие лодки и уходят паром и анусапиниду аламбок рядом с нами бенуа бэй коммерческий порт стоит маленькая марина и туда уже приходит магистраль если вы хотите каких-то красивых пляжей там какого-то такого приятного отдыха серфинга вам нужен букет это большущий остров на юге на него идет магистрали рядом с ним вернее на этом же острове находится аэропорт и по всему кругу огромное количество пляжей для разных видов досуга про это все у нас будет отдельный выпуск ближайшее время но пока в общих чертах чтобы вы понимали как здесь все устроено если мы идем по западному побережью наверх то самое туристическое место это кута ну и место экспатов это чангу и там дальше она только начинает развиваться а если мы идем по восточному побережью то это санур и туда наверх уже на север к вулкану посредине находится убуд в общем вот так здесь все устроено мы находимся между бенуа бм и сануром на мой взгляд очень удачная локация потому что везде куда бы вы не хотели поехать супер удобно добираться рядом с нами на севере находится как только мы выезжаем с нашего сирангана находится город дэн пасар огромный большой город в котором можно найти абсолютно все причем самое интересное что все есть в наличии вы просто приезжаете в магазин покупаете там всякие фильтра масла ремни ну все что вам нужно для лодки все это есть есть один яхтенный магазин с достаточно скудным выбором но в принципе это лучше чем ничего но всякие там водяные помпы там какие-то краники это все там можно купить хотя она выглядит принципе как склад он сейчас за мной тут лодочка проедет чтобы она не шумела особенностью жизни на бали является то что вы здесь стоите постоянно в пробках расстояние просто огромные то есть с одной точки вот допустим вот нас до чангу больше чем 20 километров и по времени это занимает больше часа то есть куда бы вы не ехали меньше чем 30 минут езды не будет никогда и это я говорю про байк потому что на машине здесь с этим трафиком такая жопа что на машине я не знаю два часа может будете ехать может три часа я не знаю я ни разу здесь на машине не ездил потому что я не вижу в этом никакого здравого смысла и это касается всего и дэн пасара и в принципе основных магистралей единственным исключением является хайвей хайвей это великолепное место добираться на букет очень удобно там на ну саду а или куда угодно вы хотите попасть вы едете по магистрали и вот я вам сейчас давайте ее покажу потому что магистраль круто я там даже отдельная полоса для мотоцикла а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok как по лодкам, которые стоят здесь на буях, так и, в принципе, по трафику, который вокруг происходит. На самом деле ночью здесь проблемы большой нету, потому что тишина полная, все лодки не жилые. Может быть, каких-то пару лодок с людьми стоят, но в основном это рабочие лодки, рыбацкие, либо катают туристов. И ночью здесь абсолютная тишина. А вот как только расцветает, то начинается самое интересное. Большое количество туристических чартерных лодок, которые катают туристов на Нусабиниду, на Ламбок. Ходят большие корабли, большие паромы, которые возят туристов по разным направлениям. И вы можете посмотреть, какая каша здесь происходит. То есть лодки ездят в разные стороны, по всем направлениям. Иногда есть небольшая волна, но, в принципе, все не так печально, как оно кажется на первый взгляд. А когда вы сидите на лодке, то вы можете смотреть, как вокруг суетятся, проходит жизнь. Еще здесь большой флот рыбаков, которые выезжают каждый день на рыбалку. То есть это такие местные лодочки, на которых они выезжают, ставят сети, ловят рыбу и так далее. То есть их тут достаточно много, они очень интересные. Иногда рыбаки просто ставят сети рядом с вашей лодкой. Вы выходите в кокпит и смотрите, как кто-то рядом с вами разматывает сети. Это очень неожиданно для такого загруженного трафиком порта. В общем, есть иногда странные решения. Ну и тут очень популярный сервис, это Water Taxi. И даже мы иногда пользуемся, вызывая, если мы, допустим, уезжаем на целый день, не хочется оставлять свой тузик на пирсе. Хотя здесь безопасно, но просто, чтобы он там рядом с другими лодками, если там файбергласса не стоял. Поэтому мы пользуемся Water Taxi, как тут это делает очень большое количество людей, работающих на лодке. Их привозят с утра на лодки, которые тут стоят на буях. И они потом подготавливают, их моют, подготавливают к выходу и едут, забирают туристов. То есть Water Taxi достаточно распространенный сервис. И они, конечно, здесь ездят с утра до вечера в большом количестве. Ну вот нас и привезли на берег. Это стоит 50 тысяч местных. Это 3 доллара. В общем, вот такая цена тут. Давайте я вам теперь расскажу несколько слов про дизель. Здесь, в Серангане, заправить лодку дизелем – это большая проблема. Вы можете заказать ее у местных ребят. Стоимость дизеля 23 тысячи за литр. Но есть шанс, просто если у вас есть канистры, вы можете взять такси, нагрузить их, съездить на заправку и залить по одному доллару за литр. Мы нашли человека, который нам заправил 300 литров. Мы заплатили на 850 рупий за литр дороже. И я считаю, что это очень хорошая цена, потому что мы заправились реально дешево. Но это нужно искать, либо делать это самостоятельно. А вообще официальная цена 23 тысячи за литр. Ну, может быть, можно найти там за 20. Но это нужно обсуждать. Это всегда такое непонятно, как это работает. Здесь воду вотер-мейкером делать нельзя, потому что ваша лодка здесь стоит в очень грязной воде. И вы просто убьете все, что у вас есть, и фильтры, и мембраны. Но здесь есть сервис. 10 долларов стоит заправка. Там литров 500 будет стоить такую сумму. Приезжает дядечка, привозит большие баки с водой. Нужно, чтобы у вас на лодке было 220. Вы подключаете, вы даете ему розетку. Он подключает свой насос. И с огромной, невероятно мощной струей заправляет нам 450 литров. Он заправляет где-то минуты за две. И вы с утра отправляете сообщение. Через обычно пару часов вода уже находится в вашем баке. Еще сервисы, которые мы здесь пользовались, это помыть лодку. Мы помыли дек и помыли хул. Ребята, два человека мыли дек целый день. То есть начали в 7 утра, а закончили в 4 дня. Помыли реально супер качественно. Реально. То есть, обычно, где я мыл, такого сервиса и такого качества мы не видели. Заплатил я за это немножко меньше, чем 100 долларов. Наверное, там 85. Это чисто за помойку дека. Отшкрябали мне тик. Сделали его розовеньким, красивым. В общем, сделали очень хорошо. Теперь касательно подводной части. Мы платили 100 долларов за помойку дна. Но тут реально работы много, потому что лодка зарастает очень-очень сильно. И может быть, если у вас она уже мытая, это будет дешевле. Не знаю. Но, в принципе, считайте, 100 долларов дек, 100 долларов за хул. Это цена, которую мы платили. Может быть, можно сделать дешевле. Здравствуйте, ребята. Мы получили декабрь. Что у вас есть в вашем варунке? Какое у вас есть? У нас есть грилл фейс, групер фейс, грилл чекен, фрайд фейс. И специальный балининский карри. Это чекен карри или другого карри, как мясо-карри. И если мы стоим здесь, то это возможно, чтобы дешевле это directly к нашему бот? Конечно. Да, специально для наших клиентов. Мы дешевле для всех, как емкость, гривень, или что-то, как вода такси. О, красиво. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Добавляйте емкость, 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 гривень. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Пока-пока. А это еда из варунга, которую нам принесли. Это чапчай, тушеные овощи, рис, потому что он идет в комплекте с жареной рыбой. И икан-бакар, то есть это рыба на гриле, которая готовится в нашем варунге и супер-супер вкусная. Ну и, наверное, есть еще несколько моментов, которые я бы вам хотел рассказать про эту бухту. Первое – это безопасность. Мы здесь стоим на лодке, оставляем лодку, уезжаем на целый день. У нас не было случаев, когда мы оставляли ее на ночь. Но мы разговаривали с местными яхтсменами, и все сказали, что здесь супер-безопасно. И местные в случае чего могут даже посмотреть, если что-то идет не так, найдут контакт и там напишут. Ну, в общем, в этом плане, насколько я понял, здесь хорошо. Одним из серьезных минусов, которые, на мой взгляд, здесь есть, это здесь бывают по воде плавают крысы. И есть шанс, что это животное может залезть к вам на лодку и устроить много проблем. У нас такая ситуация была. К нам на лодку каким-то образом попала крыса небольшая. Мы ее, конечно же, изловили в первый день, но тем не менее это произошло. И мне сказали местные ребята, что, скорее всего, она приплыла по воде и залезла по лайнам, которые идут от буя на лодку. Ну, в общем, этот момент нужно учитывать, потому что проблема была. Но это было всего один раз. Может, мы ее принесли в сумки из супермаркета, я не знаю. Но местные говорят, что здесь такое бывает. Еще из минусов стояние здесь. Но в данном случае мы с ним не сталкивались. Ну, во всяком случае, всего один раз, когда ветер менялся. Но если вы посмотрите вдалеке, вы видите черный дымок, который поднимается вот на берегу, там из трубы. Это мусоросжигательный завод. И слева от него огромная гора. Это мусорная свалка, которую сюда со всего Ден-Пассара свозят от Холи. И это место является туристической. И сейчас местные пытаются эту свалку куда-то отсюда убрать, потому что это место все-таки для туристов. И здесь есть два месяца. Это ноябрь-декабрь, когда ветер меняется и начинает дуть с другой стороны. И весь этот неприятный запашок, который идет со свалки, приходит сюда, в эту бухту. Это, насколько я понимаю, никак не влияет на воду, хотя она здесь, в принципе, грязная сама по себе. Но, тем не менее, вы же понимаете, что свалка рядом с местом, где вы стоите, это всегда не самое приятное. Вода здесь совсем не чистая. И воду здесь делать нельзя, потому что вы просто убьете опреснитель сегодня. Здесь, кстати, вода вполне приличная. А бывает, особенно, когда проходят дожди, здесь вокруг, вот если вы посмотрите, вот, спортсайда нашего, это все мангры. И в них проходят реки. Вы знаете, что мангры, это всегда во время дождя такое желтое течет из них, ну, пресная вода, проходящая через мангры. В общем, вода здесь в бухте грязная. Ну, и мусор, который здесь плавает, к сожалению, его тут действительно много. И лодка обрастает невероятно. Поэтому, когда вы сюда придете на два месяца, нужно будет заказывать клининг, потому что все дно обрастет просто жесть. Еще в бухте плавает огромное количество пакетов. И иногда, когда вы едете на тузики, то эти пакеты наматываются на винт. Нужно его поднимать и снимать. Ну, просто нужно быть внимательными и смотреть, чтобы их не переехали. Кстати говоря, пирс здесь сейчас обновили. Вот эта вот часть, ее вообще не было, ее достроили. И вот так вот тузики здесь стоят вокруг. Тут, конечно, плохо, что там большие лодки и наши маленькие резиновые стоят вместе. Но, в принципе, проблем ни у кого никогда не было. Это стоят местные рыбацкие лодки или ватер такси. Ну, и местные рыбаки стоят вокруг. А здесь у нас такой вот пирс. И с правой стороны на выходе наш маленький ресторанчик, Варунг. Hello, hello, good day. Так, водичка. Можно заказать. 50 тысяч стоит за две бутылки. А это здесь Варунг, в котором здесь мы вечером ужинаем. Здесь очень вкусная еда. Пирожки. Вау. То есть много всего есть интересного пива в холодильниках. Так, давайте я вам покажу, что у них здесь есть. Здесь есть фреши, всякие софт-дринки, пиво, естественно, там жареная картошка, там рис, но это как бы базовое такое. А вот основное, это здесь жареный чекен и кан-боккар, жареная рыба, всякие чап-чай, и тут вот это все с рисом, очень вкусно. В общем, я вам покажу, как-нибудь мы придем, как оно здесь вообще готовится. Но здесь еда очень качественная. Кстати, здесь цены в Варунге очень гуманные. То есть, как я вам и говорил, где-то там 2-3 доллара еда. И пиво стоит ровно столько же, сколько в супермаркете. Ну, чуть-чуть дороже, но даже не стоит того, чтобы ехать там на 5 тысяч переплаты, это на 30 центов. То есть, даже вот так просто прийти в Варунге и купить нормально. Здесь парковка для мопедов, и прямо здесь можно взять мопед в аренду у ребят, которые в Варунге. Здесь есть охрана. Днем они собирают там по несколько тысяч местных денег. Это, в общем, все очень дешево. Но мы не платим, потому что мы берем мопед в аренду у одного из владельцев этого Варунга. И вот он наш мопед великолепный. Стоимость мопеда 2 миллиона в месяц. Можно взять за миллион шестьсот, но так как мы имеем здесь всю инфраструктуру и хорошие дружеские отношения, мы вот эта экономия считаем, что стоит того, чтобы переплачивать, потому что мы имеем хорошее отношение и за лодкой присматривайте вообще. А вот доставка чего-то, вот привезли, холодильник. Кстати говоря, вот тут вы видите мусорники, это вот сюда вывозится мусор, вы приходите и бросаете его здесь, то есть утилизация мусора здесь реализована. Здесь также есть такси, куча сервисов типа Граб и Годжик. И вы можете заказать любую еду, любую посылку вам привезут, и вы здесь прямо по месту им платите. И это все очень классно работает. Там такси в супермаркеты, там что угодно, это все решается просто нажатием кнопочки, как в Uber, и все великолепно работает. Ну что, погнали, я вам покажу, как тут все устроено. Отсюда идет дорога на порт, на котором идет вот этот основной пирс. Здесь парковка для автомобилей, если вы взяли в аренду автомобиля, если скутер, то он, конечно, стоит там прямо рядышком с вами. Ну и здесь вот такси сервис, куча таксистов сидит, и вас могут привезти, куда вам надо. Маленький магазинчик, здесь продается пиво, есть обмен валют. Таких магазинчиков здесь два. Вот это вот второй. По кругу всего острова идет вот такой вот искусственный канал. А сейчас я вам покажу одну из очень важных моментов, которые мне лично нравятся. Здесь есть прямо рядышком с нами фиш-маркет. Если вы хотите свежей рыбы, кстати, вот ресторанчики есть. А если вы хотите свежую рыбу, то вы приезжаете вот сюда. Вот. Вы думали, что фиш-маркет выглядеть должен плохо? Нет. Фиш-маркет – это совершенно современное здание. Вот Ливси Фудмаркет, Центоза. И здесь вы можете купить себе свежую рыбку или свежих морепродуктов, которые здесь реально недорогие. Дорога, которая идет по кругу всего острова, она выглядит вот такая вот, большая, широкая, хорошая, качественная дорога. И по ней вы выезжаете на основную магистраль. Она называется «Байпас». И по этому байпасу вы уже едете там, куда вам нужно, по всем пляжам. Но об этом я вам расскажу немножечко попозже сейчас. «Байпас» здесь улица с односторонним движением мы едем против шерсти вот это вот уже туристические варунги они выглядят немножечко получше немножечко подороже рестораны в которых там уже и да такая посерьезней вай фай табличка висит в общем вот эта часть то куда приезжают местные и в основном местный туризм для того чтобы поесть там сихуда и какую-то еду большая заправка кстати на заправке дизеля нет и это полный отстой то есть у них есть дизель который называется solar но это датированный дизель который для рыбаков дешевый но мы как туристы купить его вообще не можем там какие-то специальные условия на его покупку в общем вот так вот выглядит наш великолепный островочек на котором мы стоим сиранга ну и наверное обзор будет неполным если мы не расскажем вам про супермаркет который здесь есть такое это один из дорогих супермаркетов называется пипито и он хорош тем что здесь очень большой набор очень качественных продуктов мы конечно любим в основном местную еду но здесь можно купить очень много такого чего мы уже давно не ели например кефир или творог и вообще здесь очень много свежих продуктов и они по ценам конечно немного дороже чем в каких-то более дешевых супермаркетах но тем не менее у вас есть выбор вы можете не покупать там какие-то супер дорогие продукты покупать что-то что имеет нормальную адекватную цену в основном местные продукты все плюс минус стоят неплохо там буквально может быть в несколько тысяч местных денег то есть там до 10 центов может отличаться на чем-то дорогом и если это продукты как бы местные фермерские то стоит она будет абсолютно адекватных денег и ради вот этой экономии смысла мне кажется нет уехать какие-то другие супермаркеты также тут можно купить пиво и алкоголь в принципе на бали это можно купить в любом магазине этого мне соронг там не амбон где нужно ехать и искать в специальных магазинах потому что это больше мусульманская территория и в больших супермаркетах максимум что вы можете найти это пиво но что-то посерьезнее в принципе очень тяжело достать здесь это все есть но цены на алкоголь очень высокие и поэтому нужно смотреть на ценник чтобы там не оказалось что там за какую-то бутылку рома вы заплатите 200 долларов но можно найти дешевые там относительно дешевые вина это где-то до 20 долларов еще нас порадовало то что здесь можно купить например томатный сок потому что томатного сока мы уже не видели давно и скажем такие продукты как хумус это все здесь есть на прилавке стоит адекватно и выбор очень большой то есть можно купить там хумуса много разных видов там и острые и не острые и разные и тут еще можно покупать такое как сметана например что в принципе достаточно редко в таких супермаркетах есть потому что напоминаю в во всех регионах есть своя локализация и многие продукты просто не присутствуют но на бали вы можете заказать себе скажем доставку каких-то сырников вам это все привезут прямо к вашей лодке варунг который возле нас мы показывали и вы просто выходите расплатились и все то есть эти сервисы здесь налажены и продуктовый набор очень очень неплохой в общем тут мы купили небольшую корзинку еды вот увидите скажем продукты которые есть там бутылочку вина там пиво это то что в принципе дорогое заплатили мы за это около 100 долларов и все мы грузимся на скутер и начинаем наше движение едем уже домой ну что мы готовы ехать наш мопеда и надо сейчас туда и выдохнула ну вот я вам и рассказал о том месте где мы сейчас стоим о том месте куда вы можете прийти и стать если вы приходите на боли лодкой надеюсь такой небольшой мануал по сиранган бы будет для вас полезным если вы рассматриваете данную локацию и думаете куда зайти где стать и как проводить время и что здесь можно получить из сервисов дальше мы вам будем рассказывать уже непосредственно про бали про тот остров на котором мы хотим провести побольше времени поэтому не пропустите потому что вы знаете что мы видели уже очень много и нашими глазами возможно будет вам интересно посмотреть на тот остров про который рассказывала огромное количество travel блогеров туристов и если вы наберете бали вывалится огромное количество видео но это будет уникально тем что она будет через призму нашего восприятия людей которые увидели очень много на этой планете все друзья подписываемся на канал проверяем колокольчик ставим лайк потому что так это видео продвигается пишем комментарий ну вы в курсе а мы пошли делать следующее видео пока